друзья я сейчас нахожусь на стенде кассе это известный производитель алюминиевых яхт здесь я встретил александра добрый день это товарищ который из интерпайс как я понимаю представляет такую компанию и собственно говоря он лучше всех может нам рассказать больше всех рассказать об этих алюминиевых яхтах об этой мечте их смена скажем потому что я смотрел на сейчас на выставке массу так сказать яхт не из алюминия назовем это тогда то есть там и масс-маркет и скажем так те которые с претензиями на амбиции но вот сейчас скажу вот всегда думаю какой бы орган отдать чтобы стать владельцем вот 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 не надо не надо вот это вот я просто саша сказал что когда он их дарит поэтому я надеюсь что когда-то я заслужил такую яхту и так давайте посмотрим вместе с александром данная на этот на этот бентли в мире яхтинга ну скажем такой гиринтваген вездеход да папа погорячился да да договорились идемте итак мы друзья мы находимся на уже на яхте как-то этот переход он приходит незаметно вот и александр любезно согласился сказать нам о том чем хороша эта конструкция а то я так понимаю уже вообще сколько лет специализируется это лет на алюминий верфь изначально она делает только алюминиевой яхты порядка 40 лет то есть сначала не было серийных лодок то есть эта верфь производила только кастомы коммерческие военные суда потом когда она вошла в группу джел яхтинг и опять же благодаря дженни корну появилась вот такая серийная лодка то есть эти лодки сделаны на базе корпусов алюрес но если алюр это яхты скажем для круизинга то это уже более такая экспедиционная яхта уже где-то видели слышали мы стоим на гарси exploration 52 это на данный момент флагман еще недавно только 45 не не то это лодка три года уже выпускается да и сейчас это флагман но вот уже готовится во первых катамаран эксплакат 52 который стоит не шла арестована да да посылали уже да и уже на статях на стабилях 60 футовая модель гарси и в проекте и 65 я хотел еще спросить так все таки про вообще про продукцию вот этой компании так как процесс алюминиевых корпусах и так понимаю туда входят еще на а он не важнее не то есть только алюра и вот собственно алюрес гасит все на две линейки да 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 мы мы производим корпуса в отличие от конкурентов закругленные это наверное самое главное отличие то есть нету обводов шарпи шарпи это когда ты лист просто вот положил сварил намного упрощает эта технология но соответственно крепость и ходкость лодки страдает когда мы получаем закругленный колорпус он более крепкий то есть вот инженеры меня поймут и соответственно он более ходки то есть для гидродинамики это хорошо и но он красивей то есть если вы его покрасить и белый цвет она от пластиковой яхты вообще не будет отличаться либо стикерам просто да вот я обратил внимание что все в основном сейчас эти пластиковые такая пуса они наоборот получают ребра то есть задняя часть их становится все ребристее все шире все и все доказывают что это замечательно для вот как раз хода для скорости а здесь я сказал классический почему микс и смотри нет уже такого но бавария просто видела очень старые матрицы но то есть ты считаешь что это скорее дань визуальному какому-то маркетингу маркетологи должны продавать лодки и женщинам нравится большие да ясно что если эта лодка круизная тяжелая то чересчур как бы расширенная карма начинает тянуть воду как у нас говорят да на сленге то есть число фруда никто не отменял ну либо она должна выходить на глиссер а это себя могут позволить только легкие спортивные яхты поэтому для позиции алюминия сделать полностью гладкий классический корпус это некое достоинство очень тяжело это очень тяжело его сделать но результат стоит того потому что как бы люди которые покупают эти яхты они скажем таки вот уже знающие понимающие и они ценят это при том что цена среди конкурентов либо такая же либо ниже если мы сравним с голландскими либо немецкими производительными алюминиевых яхт да то есть в алюминии на данный момент только один недостаток это стоимость и сроки производства но опять же к стоимости если мы будем брать пластиковые яхты из какого-то среднего и верхнего дивизиона то как бы остается только один недостаток до срок производства и все потому что да если ровнять с некоторыми пластиковым яхтой это лодка выходит либо такой же цены либо дешевле еще один вопрос алюминия все-таки потевает как любой металл изнутри вопрос изоляции ну вот посмотрите какая изоляция у нас ставишь вопрос изоляции решены полностью то есть тепло но некоторые вопросы есть подъемному шверту хотя я считаю что это только плюс это безопасность это выбирают все очень серьезные яхтсмены серьезные круизеры но если вы апологер фиксированное келяне вопрос эта лодка может быть фиксированным килем именно эту размер или именно эта модель не любая независимо вверх может установить фиксированный киль давайте начнем осмотр начнем с транса здесь у нас деланы вот такие рундуки да сейчас мы на платформе купальна на транса и обратите внимание что сколько здесь места использовано даже пластиковых яхтах вы такого не найдете то есть у нас здесь есть здесь рундук это сухой рундук но небольшой дальше вот такой очень емкий рундук то есть все трансы видишь они могут сюда поместиться поручни тоже вверх не жалеет есть поручни здесь дайверы да они могут да когда вы поднимаетесь либо влазите да с баллонами и так далее так далее посмотри какой толщины здесь нержавейка все очень очень хорошо укреплено две утки да одна для спрингов поменьше плюс с шарикоподшипниками да вот и размер утки швартовой моча варено корпус и арка арка здесь выдерживает подъем тузика подсветка на ней можно любое оборудование вешать в данном случае у нас четыре батареи мощностью 480 ватт это предподготовка для ветрогенератора и это предподготовка для спутниковой коммуникации вот принципе здесь все доступ к рулевому комплексу можно сказать что рули независимые кучи каких-то проблем можно штамп вот и управлять агинтером бауэр инер компрессор и дай и закончим обзор рундуком для спас плота размерчик ты видишь какой до впечатляющего спас плотно на 12 но я думаю что здесь можно еще использовать кроме спас плота что-то ложить и здесь у нас газовый рундук на 2 40 литровых баллона да тоже объем соответствующего я вижу для подвесного есть кронштейн кронштейн да да травят да да и сверху у нас еще один рундук то есть на рундуках не экономит версия каждый рундук все-таки стоит денег производстве но вот ты видишь да даже такое маленькое пространство но использована да я вот первый раз увидел на гарси вот такой душ видишь который сворачивается до бобинку да 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 и ну если ты пробовал не влазь любитель принимать тушу вас клиент это стандартное оборудование это стандартное оборудование а вот и что мы здесь имеем ну вот сороковка это самая маленькая лебедка для downwind парусов то есть для генакера для симметрика для кода zero и мы имеем вот тут самую шикарную лебедку 62 андерсон разведение искусства электро лебедки да то есть у нее здесь управление все остальные механические лебедки вот основное управление у нас на правом борту расположена и здесь мы имеем управление этим автопилотом и еще один функциональный дисплей это лодка первый гибрид ну как уже вверх сделала гибрид allures по просьбе клиента это второй как бы гибрид с двигателем оушен вольт не знаю лично я очень как бы настороженно к этому отношусь то есть получается электро электромотор до 2 генератора стоит и электромотор вот можешь увидеть это вот такой вот джойстик да как бы в машинке маленькой ну то есть тесла она побеждает и в этом ну блин посмотрим посмотрим с большой опаской к этому отношусь но надо пробовать и вверх будет следить за этой лодкой и так далее так далее это выбор клиента верфь не сильно шла скажем так но вы видите что вверх все-таки идет на все ваши пожелания даже на такие я ходил уже на оушен вольт но это был карбоновый катамаран 40 футовый как себя экспедиционный поведет не знаю я отношусь с очень большой опаской но надо двигаться вперед и вы видите что как бы вверх тоже очень лояльно относится к таким даже пожеланиям клиента я бы хотел спросить это управление а да смотрите как сделан сайт power здесь до 2 подрульки у нас то есть мы одним джойстиком можем двигать в бок включая сразу две подрульки сюда либо делать вот круговые движения но я не думаю что так активненько но как бы очень удобно благодаря джойстику уже вам будет легче то есть не надо заморачиваться не не отвлекаться сюда если у вас один джойстик но вот это вот это конечно электроуправление она вот просто просто вот отдает уже каким-то это фантастическим будущем да да я тоже был как бы удивлен вот ну и подстаканничек это да что-то должно оставаться традиционным вот поэтому решили оставить подстаканник такой без изменения и он будет такой только такой вот теперь смотри какой столик у нас раскладывается здесь очень хорошее диковое дерево опять же есть заказы на пластиковые столы есть заказы на столы из искусственного камня есть вариант когда такое же дерево покрывают специальным покрытием вот которая не впитывает ничего то есть все что хотите и размер тоже может быть варьироваться по вашему желанию обреки внимание как здесь клиент заказал тент опять же это все пожелание владельца этой я если можно я хотел сказать что вообще у этой модели вот такой вот как бы назовем это спрей худ да в кавычках конечно да но он выполнена из пластика да это единственная единственная пластиковая деталь на яхте это вот крыша и вот этот спрей худ как бы это правильно сделано я считаю потому что она более изящная добавляет изящества и никоим образом не влияет на качество уже лодки вот один сама глоудобная как прямо во время дальних там переходов если скажем можно вот так сесть полностью зашторится и вот если ты посмотришь здесь подведено отопление до 10 держать свой чай с ромом грох то бишь да вот вот выхлоп этой системы отопления до диффузор да опять же автопилот управление электричеством зарядки вот бортики удобные здесь лежат динамики интертаймент системы фьюжн фьюжн мне не нравится фьюжн я не за я просто говорю что они здесь стоят так пропустим гости а с другой стороны друзья установлен чарт плота опять же то есть можно все управление осуществлять если если я правильно понял находясь вот в этом зашторенном пространстве да 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 ты можешь управлять автопилотом отсюда прокладывать курс ставит традиционно бинджи но по желанию раймарин фуруна все все что ты хочешь могут установить скажи просто у тебя опытного человека есть это предпочтение от марков но больше всего у меня конечно поразил фуруна а скажем бинджи и раймарин ну как то где то есть плюсы у того плюсы у того то есть я бы не сказал что я бы из двух парок выбрал но и пока анти рекомендации это гармин качество возникло вызывает вопросы виснет часто и сервисные условия но просто дичайшие какие-то при том что гармин мы знаем для авиации делает да там все бредят но вот как-то у них до сих пор не сложилось я хочу подтвердить слова александра у меня на яхте как раз система гармин стоит но просто загрузится на не виснет ничего но что касается сервисного обслуживания до мастеров найти знающих до недавнего времени еще я не знаю как сейчас надо посмотреть но он не производил самостоятельно приводы автопилотов правильно там но 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 что удобно можно как оказалось вот мне объяснили что можно менять легко электронику гармин да которая сказал скажем не идеальный автопилот оставляя привод понятно не гарминовский просто ты меняешь на жаре марин его и прекрасно работает это все окей мы отвлеклись на гармин да пойдем дальше знаменитые наши пока так на стенде гасе все равно людно несмотря что практически время уже работы да и заметил что все стенды уже пустые у нас все равно движение идет вот простите вот наши знаменитые двери водоупорные за ловиться показать как они работают вот так и не закрываются они со стеклопакетами ссори разобирают лодку потихоньку да вот вот таким образом они работают вот так они закрываются абсолютно герметично и самое главное так понимаю это двойные стеклопакеты позволяют сохранить тепло то есть можно хоть в антарктику хоть в актику ходить достаточно и каких-то переходов холодных в средиземке когда хочется чтобы чтобы лодка была уютная друзья мы спустились в салон этой яхты опять же хочу показать как из салона выглядит дверь вот эта вот замечательная со стеклопакетами очень основательная конструкция но давайте перейдем да давайте время бежит здесь эта лодка может быть двух трех и четырех каютной версии в данном случае клиент заказал такую планировку два с половиной сейчас половинку я вам покажу да а начнем вот с кормовой каюты и вот загляни посмотри на ее размер ужасающий не передает наверно камера но размер метр семьдесят на два десять каюта очень большая кстати сразу просили из глаза это обогрев сделан стандартными до батареями 22 типа отопления здесь применено жидкостной вот батареи такие как квартире и воздушная выбаста то есть если вдруг что-то одно накроется всегда вы можете включить запасную систему да это здесь много места александр абсолютно прав вот эти батареи да какая какая батарея то да и сверху просто такие в ваннах да 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 и диффузорчики стоят а это как раз система вот это вот воздушное воздушное рыбарство да пройдем теперь знаменитые технические каюты вы уже видели наверное да и так расскажи нам да здесь у нас вот такое хранилище это фиксатор все вы можете разместить вот в таких ящичках это вообще стандартное решение для люра не это опциональная но это опциональная но как бы практически каждый заказывает его и стиралочка на 7 килограмм с сушилкой дальше опять же сервисные люки даже двери мы скажем да и у вас есть где развернуться где постирать белье да постирать белье и погладить и вот здесь заказали такую гладильную досточку с гладильной доской да я бы может больше ее заказал ну вот сделали как бы ну видимо так какое-то пилишка не сильно объемно да и управление опреснителем здесь у нас стоит опреснитель деселлятор деселлятор французская марка понятно то есть уже предназначена для опреснения для дальних походов яхта вообще значит для дальних походов хочется оговориться так давай теперь да да и вот это половинка это пол каюты скажем так уже немножко и собираю все то есть это может быть стол может быть кровать вот здесь подушечку матрасик здесь можно стоять одноместная к одноместная каюта да получается я уже просто заинтригован да интрига вот здесь здесь еще откидывается до кровать вот и огромное количество рундуков то есть это скажем такая облагороженная техническая каюта с возможностью сна и дверку тоже вот как бы оценить доступ в отсек где отопитель вебаста да рулевой комплекс автоматы на 220 прекрасный доступ ничего не скажешь как я понимаю теперь до забегай сюда посмотри вот качество решетки на внизу стиковая вижу стеклянная какая-то то есть это пластиковая дверь когда отделяет полностью тушевую кабину а это для сушки я так понимаю да отсек то есть вот он если у вас вы промокли во время перехода вы можете повесить свое белье ну и как же как дальше наукомойник гальюн все прекрасно идем смотрим дальше кухня очень приличного размера линейного типа у нас шкафы здесь здесь находится как бы ничего дней сверхъестественно нет просто все опять же отделка из натурального тика борта из массива очень хорошо это все состыковано с искусственным камнем у нас здесь доступ к мусорнику прямо сверху вот такая маленькая сушилочка для посуды вот и вот оцени да мойка вот такого размера даже вот такая фигня есть плита тоже такая качающая индукционная плита учитывая что здесь два генератора дизель генератора то электричества хватает а отсек для баллонов это просто как-то классический отсек он остался да и там можно использовать это яхте да да хочу обратить на большую батарею до ножки шкипер угрела шкипер просто каких-то тепличных тепличных условиях окна опять же из стеклопакетов то есть они очень-очень утепленные и вы сидите у вас обзор 270 градусов с каждой стороны вы все видите опять же управление двигателем у нас здесь джойстик да и вот смотри управление переме рулей у нас можно подрулить и менять скорость фактически можно не выходить из да если под мотором управлять лодкой прекрасно а вот это остекление это тоже формат дек-салона да такого слушай называют дек-салоном но учитывая что управление здесь уже находится есть прямой вид фронтальный то но это уже по сути пайлот-хаус должен быть скажем так но как вы лодку не назовете на все равно хороша и решает вот для вас кучу вопроса ты можешь находясь здесь салоне и вот смотри здесь стол у нас до стол превращается в кровать и опять же мы видим весь горизонт здесь есть несколько ступенек она приподнята вот вверх и когда мы сидим за столом то мы видим весь горизонт и контролируем опять же ситуацию очень большой стол то здесь порядка по три места с каждой стороны минимума знания эти самые подушки могут быть любого цвета собственно говоря самая практичная это серая да чаще выбирают почему-то даже не задумывался видишь ты обратил мое внимание идем теперь в каюту владельцев мастер каюту смотрели где матросы да собственно говоря располагаются можно пока мы идем вот немножко про щит тут как тут я вижу управление управление двумя генераторами это еще не запрограммирована эта лодка еще вернется наверх это управление всеми электросистемами здесь вот это зарядник это этот самый инвертор да инвертор и это вот важная штука это защита и аларм токов до облажающих токов да да нажимать и здесь есть аларм который будет как бы вот есть утечка плюса утечка минусов два генератора можем продавать переизбыток электроэнергии во всем да здесь у нас буду арчик такой женский вот шкаф и ну как бы просто хорошо оборудованная добротная каюта тут не хочу шкафчики просто дергать это да на других каналах этого по детски еще хотел уточнить я здесь хорошо видно толщина во первых здесь окно и там вернее здесь стекло и там стекло и толщина вот ну вот не знаю мою ладонь фактически да 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 80 миллиметров вся надводная часть все все жилое пространство покажем что владелец не замерзнет однозначно и вот у него такая кровать двухместная вот опять же потолком выхлопы для вебасты кстати странное решение теплый воздух же вообще да я не знаю поднимается да то есть нелогично то есть вебаста располагать под потолком смотри вот там она внизу находится здесь вверху чем-то руководство ну ладно будем считать что это технологические потребности я не могу прокомментировать понятно и так вот санузел до проходим этот не поместимся вот смотри стульчик здесь вот такой то есть это все таки чтобы во время опять же качки переход можно было конфликт на принимать душ душ также изолируется вот покажем да вот такой вот ну все видно вот такой вот по перегородочкой да и соответственно у нас все остается сухо брызги не летят здесь ну понятно все зеркальные поверхности видишь подсветка подсветка ржевики это все очень хорошо а это тоже камень да сейчас камень понятно здесь уже применяются только натуральные материалы то есть мастер кабина у нас она да вот кстати я вижу панельку кондиционирования воздуха да это похоже вебаста кондиционирование вот тоже то есть это такой скажем абсолютно изолированный отсек да где владелицы так но кухня единственно скажу что тут большие холодильники еще есть да это стандартный холодильник вот здесь то есть но и морозильник в том числе да то есть присутствует вот этот может работать двух режимах так и так и вот можешь отснять окна да да кстати очень хорошо когда откинуто стеклопакет виден можно еще раз да вот видите товарищи то друзья это вот такой стеклопакет и вот такие вот собственно фиксаторы такого не увидишь на других яхтах уже как бы язык не порочится иллюминатором это называть но окно тихо то матерые могут засмеять но это да тут как бы терминологией надо владеть но я надеюсь наши зрители не подозревают что мы с александром не владеем по терминологии мы просто рассказываем для того чтобы это было общедоступная для просмотра это не технический так сказать материал и так если можно показать нам палубу да давай так опять же здесь вот такие прям выдвижные да вот ступеньки чтобы ходьбы под креном да они видишь какого размера они просто по сравнению с x яхты хочу сказать там это детский детский сад здесь вот здесь куда за все в три раза больше в три раза крепче это лодка не предназначена для гонок как ты понял хотя ходит она очень хорошо то есть я ходил на люресах очень долго на этих я делал тест-драйвы и опять же приглашаю на тест-драйвы заинтересованных лиц поймаем александра на слове александр а ты меня приглашаешь на тест-драйв мы записали это ну там откидываются вот эти вот до окна иллюминаторы до упала без подпора что мощная тяжелая палуба у нас чем пока это настройка крыша рубки у нее специальное покрытие это не матричная а именно сверху потом наносится опять же покрытие лучше чем пупырышки на обычных яхтах то есть она не скользила можешь попробовать она реально не скользит она держит вот и смотри вот этот ряд поручней как бы опять же экономии здесь не по не покрытие это понимаю искусственно это флекситик да то есть версия уже но не принимала заказано искусственно найти очень давно то есть в основном люди используют либо пробку вот ты видел на люресе либо вот такой флекситик он легко моется ничего не впитывает то есть но это если ваша задача это сложатся морем они мытьем палубы то мы выбираем флекситик нормального размера из кокпита регулируется да очень длинная то есть оцени да опять же моща то есть можно опереться здесь вот мои 90 килограмм никак просто даже не вздрогнули ты видишь ну или там покурить вот я смотрю такой интересный наклон у передних во всяком случае вот стекол у фронтального стекол да ну это с траулера пришел чтобы солнце не слепило и чтобы капельки дождать я тоже как бы быстрее скатывались ну это как бы это это такое скажем чисто морское решение называют и она в то же время защищена от прямого попадания солнца то есть прямые солнечные лучи не грозят нагреть салон даже в гавани вот здесь у нас лебедка тут цепной ящик смещен как ты знаешь ближе к мачке вот два очень это для взвесовки сделано тут все тяжелые вещи понятно и диффузоры ты видишь вентиляция до вентиляции тоже все с таким запасом сделано ну то есть на поверхности мы видим люки опять же да да вентиляции для учитывая скажем ну такую прочность яхты и применены с рамками классические потому что они как бы больше выдерживают нагрузки потому что те которые утоплены как бы это хорошо но в данном случае консервативное решение применено в угоду прочности я тоже за надежность если честно вот меня раздражают санкционные панели я все обещаю видео в одном рассказать почему и скоро это сделаю но вот согласен это у нас лючок ведущий душ просто вентиляционный проветривание да и смотри на бак тут четыре мощные утки это стандарт то есть у нас четыре утки на носу четыре утки на миделе и четыре утки на корме кабистан отдельно то есть вы увидели брашпиль да и это кабистан лебедка для подтягивания мурингов то есть да ваш если вы становитесь на муринг то вам не надо вручную это делать потому что это обычно вручную и трудно сделать да обычно это жены делают вот они будут довольны но здесь нажав на кнопочку вы можете как бы все это дело подтянуть рим для baby штага здесь 2 стакселя применено ну вот зацени бушбрит с двумя роульсами а здесь как бы подразумевается то есть baby штаг и основной доска учивающая подготовка подгиноки а это уже подготовку и что это за такой большой большой люк мы видим о я вот сильно насмотрелся на люке знаешь что сейчас скажу ну просто вот все возможные и скажу что вот наверное это самый большой да это победитель царь да это наш фаворит просто в этой номинации самый толстый x-men влезет и металла да здесь даже вот опять же так меня можно хранить черное что даже вот вижу для мотора да опять есть крепление лестница смотрите вот такая лестница она ведет вниз просто без лестницы оттуда просто так понимаю не выбраться и здесь можно реально хранить реально 23 паруса я думаю без проблем что не сделаешь ни на одной другом похожий по размеру яхте это я заверяю максимум один максимум а здесь это пожалуйста этот и люк он открывается так сказать полностью тоже 100 конструкция классическая до любая с вентиляцией все продумали вот что мы еще не отсняли ну вот любит утки и фальшборд такой вот классического типа то есть уже с отверстиями с римами можно использовать как угодно но собственно говоря вот эти утки на мидали это всегда самое классическое решение необходимое при швайтовке в принципе с ты взял пришла это вался нами дали дальше ты все остальное сделаешь то есть скажем так калитки бортовые входят уже в стандарт смотри вот как бы лера здесь конечно труба впечатляет я могу сказать что это 5 или 30 миллиметров я думаю это 30 на самом деле это 25 выглядит обычно потоньше 25 наверно вот у нас да на вот этом вот 22 до 22 но насчет от 30 это опять же обращу внимание что шкоты не проходят по палубе то то есть у нас не за что зацепиться они не будут они все уходят так сказать внутрь корпуса и полностью защищены от так сказать вас здесь время легкий доступ к ним очень долю легкий доступ менять не не проблема проблема да 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 обслуживается очень легко идем вниз я тебе покажу еще что-нибудь друзья мы теперь расскажем о том что она ждет до по водой чем хороша опять же оговорюсь выставка в дюссельдорфе что здесь можно в отличие от других выставок проходящих на воде можно посмотреть как выглядит подводная часть яхты давайте да здесь мы видим вот такую пластину приваренную с таким римом но честно не знаю заказал бы я себе ее первый раз поставил джимми корнелл на свою первую лодку то есть основатель этого проекта и для него она предназначалась для того чтобы рубить немножко лед тонкий там это первая мысль вчера про ледокольные какие-то ассоциации и второе вот этот римчик предназначен что якобы в гренландии лодки осушают вытягивают тракторами по бревнам на сушу он планировал именно в гренландии я понял сделать обслуживание видимо да когда он же шел на своем одиссеи вот нижняя часть она плоская для того чтобы легко становиться на вот это важный момент он не виден когда ты не находишься на стенде это именно падать на на грунт да 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 вот здесь у нас 10 миллиметров 8 миллиметров и 6 миллиметров толщина сплава эта лодка покрыта стикером морским можно покрытие любым цветом и вот вообще может выглядеть как пластиковая если если вы того хотите но большинство лодок ходят как бы не покрытые просто вот чистый алюминиевый сплав далее у нас здесь подрулька тоже как бы не маленького размера с двумя вижу этими да 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 вот идем посмотрим тех в котором находится швартовый колодец вот да можешь залазить так и и дактиль полностью уходит туда и из тех же защищает винт то есть это вот для того чтобы мы могли во время отлива да спокойно не боясь опуститься на дно понятно и руль я так понимаю то есть они укороченные до перья также есть вот такие скейки защитные вот таких небольших повреждений лед бревно они могут отвести но если что-то более серьезное здесь у нас косынка из пенопласта вот если присмотришься вот она видно здесь в случае чего она подламывается и руль продолжает работать ну вот как бы как бы все вот такой небольшой короткий обзор складной складной тоже у нас на винт применяется в этих случаях вижу аноды закреплены на корпусе да здесь все это за александр хочу поблагодарить давай выйдем на свет божий могу сказать то есть такие комментарии что на данный момент ну вот ты сам посмотрел наверно одна из самых честных лодок за свои деньги и я много видел уже клиентов которые облазили все верфи смотрели везде и отечественные верфи и был у меня клиент из австралии который ну все 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 насколько можно просчитывал и он сказал я не нашел верфи как бы дешевле чем вот вот это я не знаю как у них получается его фраза строить такого качества яхты за такие деньги вот поэтому пожалуйста если вы заинтересованы в такой лодке обращайтесь можем съездить на верфь там вы можете выйти в море собственно говоря на такой яхте и испытать неизведанное и после этого купить эту яхту просто сразу же я хочу поблагодарить александра который нашел время несмотря на то что он конечно же очень устал за дни проведения выставок да и и провел нас и показал нам эту замечательную яхту которая то считаю что соотношение на цена-качество да но здесь феноменально и это правда честная яхта где никаких уже там скажем в угоду маркетингу особых нет решений весь маркетинг в этой верфи строится на том что они опрашивают своих предыдущих клиентов более именитых яхтсменов и вокруг этого строят самый простой маркетинг который вообще должен быть по идее спасибо вам дали выступить на канале спасибо александру так что мы будем с ним я думаю в дальнейшем продолжать такие интересные мероприятия как обзор других яхт в этой замечательной компании спасибо александр